на связи польша и сегодня я представлю вашему вниманию топ 10 польских слов которые вводят вас в заблуждение тех кто изучает польский язык смотрит видео на ю тубе или кто был уже в польше для тех не секрет что такие слова как овоцы это фрукты урода это красота диван это ковер заказ это запрет склеп это магазин но для вас я сегодня приготовила топ 10 слов которые не так распространены среди блогеров и которые обязательно введут вас в заблуждение первое слово это жвобык у меня ассоциация идет с этим словом это какие-то жадные люди но в польше жвобык это детский сад или ясли недавно от поляков я узнала историю происхождения этого слова когда новорожденного иисуса христа принесли в хлев то его положили до жвобыка это такое корыца с которого едят животные и для него это была первая кроватка первая колыбель и именно отсюда произошло слово жвобык то есть детский сад или ясли для новорожденных второе польское слово это розе брачи когда я смотрела уроки польского языка ешка то преподаватель рассказал смешную историю когда он в первый раз был в польше он сказал поляку что он не розе брачи в самоходах и для поляка это звучало то что он не раздевается в машинах поэтому слово розе брачи переводится как раздеваться но ни в коем случае не разбираться следующее слово это убера че вы можете подумать что она означает убираться убирать у себя в доме например но нет слова убера че переводится как одеваться следующее слово это тэн ну конечно сразу же мы думаем что тэн это тот но абсолютно нет тэн означает этот слово плецы плецы для русскоговорящего и украиноговорящего человека конечно же это наши плечи ну конечно же нет плецы в польском языке это спина а а плечи на польском языке это рамена прекрасное слово на польском и в польском языке это милость ассоциация идет с милостью будьте милостивы ко мне переводится она как любовь слово пышно чтобы вы могли подумать у нас это пышная свадьба пышная юбка пышная девушка а в польше пышно это вкусное и в польше может быть пышнее дание то есть вкусное блюдо или смачное дание но это уже на лад украинского языка портфель у нас это портфель рюкзак с которыми школьники входят в школу а в польше это кошелек гранатовый это свет но я представляю для себя это какой-то гранатовый то есть темно-красный ближе к коричневому но в польше гранатовый это темно-синий запомнить но конечно же для нас это что-либо запомнить для себя а в польше это абсолютно наоборот запомнить это забыть слово хумор но конечно же это юмор анекдоты что-то связанное с юмором а для поляков хумор это настроение конечно же определенная взаимосвязь есть но все-таки значение слова другое на этом первая часть видео про интересные польские слова подошла к концу а я желаю всем удачи и увидимся в польше пока